За выступлением президента внимательно следила и моя коллега Ирина Панфилова. Ирина, приветствую, о чем еще говорил Хасамжом Артукаев? Харистан, приветствую. Начну, пожалуй, с того, что этого послания казахстанцы очень ждали, потому что Хасамжом Артукаев анонсировал его еще в январе, сразу после январских событий. И уже тогда стало понятно, что страну ждут новые реформы. И вот сегодня президент озвучил их на совместном заседании Палат парламента. Свои обращения к народу президент начал с недавних трагических событий. Он напомнил, что расследование сейчас ведется, но впереди предстоит еще большая работа. И самое главное, что он отметил, что все виновные будут наказаны, вне зависимости от того, какие должности и позиции они занимали в обществе. Это очень важно. Также глава государства вручил спецслужбам открыто публиковать, постоянно публиковать новые результаты расследования. Народ должен знать, нужно все говорить прямо, отметил Токаев. Что касается предложенных реформ, президент заявил, что он их прорабатывал уже давно, еще до январских событий. И были те, кто его отговаривал, говорили не торопиться. Но он решил, что именно сейчас стране нужны кардинальные преобразования, иначе будет застой. И вот из чего состоит комплексная модернизация политической системы, из чего она будет состоять, он сегодня рассказал. Самое главное, что документ основан на нуждах и запросах общества, отметил президент. Он считает, что нужно окончательно перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. И предложил законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии Аманат на период своих полномочий. Также обязательные из партии должны выйти председатели и члены ЦИК, счетного комитета и Конституционного совета. Кроме того, должности руководителей в филиалах партии не смогут занимать Акимы и их заместители. Кроме того, ближайшие родственники президента не смогут занимать политические должности, руководящие посты в квази-государственном секторе. Большие перемены ждут изменений и сам парламент. Потому что изначально президент он избирает, назначает, может назначить 15 депутатов. Теперь эту квоту сократят до 10. Также перемены ждут Можилис. Депутатов Можилиса будут наделять правом. Они смогут теперь сами одобрять законы. Скорее всего, в ближайшее время в Казахстане станет больше политических партий, потому что снизили порог. Теперь не обязательно должно быть минимум 20 тысяч в партии состоят человек, может быть 5 тысяч. Это позволит партийцам более оперативно решать проблемы людей. Кроме того, помимо этого, во время послания глава государства отметил, что в Казахстане появятся три новые области, а город Капшарай теперь будет назван именем Кунаева. Что еще отметил президент? Он отметил, что жизненно важно сохранять сплощенность и общенациональное единство и солидарность. Это очень важно в это непростое время. И что самое главное, что реформы должны приниматься не ради реформ, а ради благополучия населения. Это все люди должны видеть, что делается. Вот это основные тезисы выступления. Растан, если есть вопросы, могу ответить. Спасибо, спасибо. Ирина Панфилова была с нами на связи. Именно этого послания, наверное, как никогда ждала вся страна.